Всем привет дорогие друзья! Я уже как-то показывал как подключить мышку к планшету, но и здесь стало интересно, можно ли подключить мышку к смартфону. Сразу скажу, что подключить мышку, флешку, проще какие-то другие дополнительные гаджеты можно только к тем смартфонам, у которых есть подключение по OTG. Что такое OTG? То есть когда мы подключаем вот такой вот кабель, то есть здесь идет подключение microUSB к смартфону, а здесь мы имеем USB разъем стандартный. И вот если вы подключили и у вас, например, флешку и она работает, значит у вас есть OTG. На бюджетных смартфонах, конечно, OTG у нас нету и не поддерживается, но давайте посмотрим, попробуем подключить мышку, вообще будет ли она как-то там определяться на примере смартфона Xiaomi Redmi S2. Подключаем мы OTG в разъем, вот таким вот образом до упора, а сюда мы вставляем свисток от беспроводной мышки SWAN. Таким вот образом мы подключаем сюда, вот. То есть у нас получилась вот такая вот конструкция, то есть OTG-провод и, собственно, туда вставлен свисток от мышки. Опа, что мы видим? А мы видим то, что у нас все это дело заработало, мы здесь видим мышку. Вот таким вот образом мы можем все это дело, значит, перелистывать и листать. Ну давайте попробуем открыть YouTube. Единственное, что появляются вот такие штуки, не знаю, честно говоря, от чего, но если вы знаете, пишите об этом обязательно в комментарии. Удобно, что ленту можно листать при помощи колесика, то есть при помощи колесика мы вот таким вот образом листаем, и можно, собственно, мышкой все дело открывать. Для того, чтобы уйти назад, нужно нажать на правую кнопку и, собственно, вот так вот сидеть. Скажите, да нахрен это надо, да? Но в некоторых случаях бывает очень удобно. В каких, например, когда вам нужно что-то нарисовать, там, например, в каком-то редакторе, типа Paint какую-нибудь картинку, либо нарисовать на схеме что-то, очень удобно это сделать мышкой. В частности, если вы, например, разбили экран на своем смартфоне, но вам надо как-то пользоваться там, ну, некоторое время хотя бы, да, то тоже в этом случае можно воспользоваться мышкой. Ну или просто у вас стоит где-то смартфон на подставке, да, вы просто врубаете мышку и, собственно, пользуетесь. Вот, ну вот такой вот небольшой экскурс. Все-таки можно пользоваться мышкой на некоторых смартфонах. Ну, что-нибудь давайте откроем, посмотрим. То есть, все, в принципе, работает. Правой кнопкой мыши мы нажимаем, и это у нас эквивалент на кнопке назад. Вот. Ну, вот такая вот небольшая экскурсия на этот счет. На этом, пожалуй, все. Ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok